ее мальчики девочки нос наконец-таки старту первый матч то есть мы тут с вами ждали музыкальной паузы именно первого матча ну и будем вместе с вами смотреть вам всем приятного просмотра 5 и по левую руку даркурсы по праву микрофона все те же максинка слежки вечер добрый друзьям но матч у нас сегодня знаменит не только тем что матч вечер вечер друзья не только тем что мы посмотрим на достаточно сочные матчи а сегодня еще и родился прекрасный человек вылупился на эту землю ребятки если вы еще этого не сделали то прямо сейчас самое время это сделать напишите деду порадуйте его приятными словами илья стиви хайдаров друзья для нас с вами сегодня вот в этот день не знаю в какой час но этот день появился на свет мне мама по-моему сказала что я под утро вылупился вам говорила а не мама говорили что я самый красивый спасибо 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 максим спасибо ребятки те кто уже наверняка будет писать это я уже вам у нас настоящее для вас тоже конечно будет настоящая короче вам всем спасибо кто написал то поздравил нищий вконтакте сколько люди написала и соклад ребятки вот это все вы пупсики всех ну вода во да вот и здесь надо прокатку что сказать не дальновидно один молодой человек поменял винду вот зачем не понравилось ему ну максим к его здесь поддержит потому что была сменена 11 винда на десятую вот но во время лиги куда полез работает не трой мы в этом плане да уже с илюшкой поговорили просто вопрос уже больше заключается в том что я одобряю вот в плане мува до 0 осуждения сто процентов понимания но в плане того что перед важными матчами и так далее и тому подобное не успел все настроить не успел подготовиться и все это в конечном итоге выливается вот в такие задержки и проблемы для команды особенно сегодня матчи очень и очень сложные первый матч против команды dark horse команда которая сто процентов просто так не сдастся даже при учете того что у коллектива достаточно прекрасные отношения друг с да они там общаются болтают веселятся все они хорошо но на поле боя такой поблажки не будет поэтому здесь пришлось начинать с заменой ари присоединилась к битве титанов не знаю я чуть-чуть не то что перебью а добавлю что и у айри вчера какие-то невероятно интересные эти проблемы начались и вчера короче крашила и сейчас по ходу эта проблема сохранилась поэтому вообще вижу катку 4 в 5 я конечно не могу ну вполне вероятно но самое главное чтобы решили эту проблему еще к матчу против команды хукерс ой хукерс господи да да хукерсу правильно я что-то резко сам себя запутал да 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 третий матч будет у команды five elements и команда хукерс если к тому времени не решат свои проблемы 5 е то боюсь сегодняшний вечер может вылететь в трубу для них а тем временем ванном на бочке подрывает своего соперника но тут же и последовал фраг по самому ванном ситуация для дарков крайне спокойно и стабильно все держат свои позиции никакого напряжения у них не возникает дазл и айри пытаются пройти через мост где их будет встречать сатору при выходе под б-пленд но там же еще и витька находится на подхвате так что незамеченными или каким-то элементом неожиданности сюрпризом выйти не получится для команды 5 е разбивают уже потихоньку стекла проверяют на всякий случай локации соперника но никого здесь не оказалось а вот о себе они заявили достаточно громко сатору остается на дороге он ждет этого открытия дазл будет выходить первым информация у дазла уже есть но и для сатору в частности правда теперь нужно будет поддержка для сатору под б-плентом айри поменялась позициями со своим тиммейтом дазл уходит в дом но и кажется что б-плент они все-таки будут выходить а под б-плент до сих пор никто не стягивал своих игроков там уже кринж выходит через мидл и все это дело падает на плечи сатору сюда стягивается мутанты все мы с вами помним из прошлых матчей что это крайне беспощадный игрок но тем не менее у айри и дазла еще есть достаточно большие шансы на сейф этого раунда мутант закрывает арии разменивается дазл но витька и по его душеньку приходит так что раунд для да 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 и вообще вечер не просто я по чату игры уже там скажу что нового пообщался с бездарем эки и мая что не так хорошо настроен наверное эту встречу вот пессимистично вода все равно вы у нас развал текст а вот в минус один снова вылетела не знаете проблемы вчера начались это что-то невероятное вот ребята 25 продолжают может быть конечно та ошибка с иероглифами но я думаю нет а то что вчера преследовал но и и сейчас их а ешка даже не задела хотя упала прямо перед ней такое ощущение что игра уже не считает ее за и игрока на данный момент он чайника печальника туда опять же игру 4 5 грубо говоря будет играть тут она конечно успевает знаешь заходить что-то вроде там вот одного допустим убила в чеки история-то тригрейт ранкет и не знаю мучилась роста перезахотела ну это это жесть вот и по-моему ей повезло ни разу не залутать минус 50 в рамках или потому что для тех кто не знает если выливаете скатки у вас забирают 50 очков вот если не успеваете вернуться то то же самое что так но аэри еще не перезошла но эти мэйты в свою очередь не торопятся выходить кажется что парни уже смирились со своей судьбой сможет зайти зайдет они будут ее ждать но сами вчетвером попытаются разыграть ситуацию против пятерых игроков dark horse а не перемещение на мост но они же в атаке типа можно конечно потянуть там может быть кого учет справиться еще непонятно что у него произошло я видел там ребята в конференции писали что у него призвать как только он заходит в игру но кажется что здесь ему надо было прям заранее обратиться чтобы его судьи замкнули допустим на технического специалиста чтобы тот посмотрел что у происходит пофиксить это за не одному думать на да 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 а так вот судя по тому что иван он же джон кей написал в конференции это у него уже вот на тот момент как он писал 40 минут такая проблема длилась то есть 18 из 40 он зайти не мог и собственно до сих пор этот вопрос у него не решился неприятное известия ну ладно на ребятки давайте не будем давить на больную мозоль для ребят из команды five elements а пожелаем им сил и удачи продолжение этого файта ведь это все им определенно понадобится дарки не то чтобы супер агрессивно но крайне методично забирают раунд за раундом у своего соперника и то что мы сейчас с вами лицезреем на наших с вами экранах но наверное достаточно закономерная часть сложившейся ситуации с потерей двоих игроков у команды five elements но это я сейчас говорю про кого да и ари которая в частности технически не может полноценно присутствовать в игре 2 в 4 тут уже со всех сторон обходит для 5 и проблемы возвращается но опять же да насколько раунд 2 сколько получится тоже по максимуму старается разумеется помочь ребятам для этого и заступала на службу запас так скажем 50 пока бесшансово для 5 м не получается зацепиться не за один из раундов по фрагам да тут тоже все не кладка опять бочку взорвать может получиться да фиг снова был подорван на той же бочке на которую однажды подорвал ванок с того вану два фрага и оба по фито оба с бочки вот так вот будет дыматься играть против мутанта который играет на защите винтов он отступил так ничего каучку да ну кажется так хочешь под альфу может быть сплитом с помощью боковой винтов и тэшкин постарается открыться но витька уже приговорил две точки и тиммейт работает винты тоже потеха закрывается кринж почти фуловый но тут не радужно дазл откроется под бету пока он никого не замечательно инфа пошла что на катушки и соперник открыться хочет пытается попасть ну два соперника и влево вправо берете свои в упоре попасть нет не получается это но это нож ребята и шестой раунд для дыха 60 друзьям 60 и ситуация только ухудшается и ухудшается и ухудшается будет выход сейчас на позиции на плента судя по всему но по крайней мере его попытка там есть кринж на позициях винтов забыли про календжа его закрывает мутант но айре пытается выйти еще стряжки и это уже ликвидирует достаточно быстро к вижу он просачивается еще на мид может быть найдет под винтами своего соперника и опять выбывает из боя множество что будешь с этим делать откидывается гранаток вижу он не понял не посмотрел до этого на его хп по моему не получил урона по моему отсюда уйти но к нему в спину приходит бездарь и так что перестрелка опять же было в одну калитку и это 70 шансов них все меньше и меньше а сами понимаете уже 70 идет такой но это тот случай паузы и шанс у них да не я меньше и меньше оно конечно да так получилось наверное как будто похоже что такая вот пауза да я это взял дыхание вот еще я альтабос смотрю в конфу у них и отступать то некуда было там какие-то паузы кого-то время тянуть не судья четко дал понять там вопрос ребром поставили так или сяк все но под сяк я имел ввиду что там было написано иначе т.п. о это что кого пришел посмотрим как она будет первую карту конечно считай пропустил конечно можно такие себе прикольчики запускать типа на мая мне ко второй на это таки что ты не смешно смех конечно балду но спасибо вот это лучше уже себе один один я уже провел когда это будь это скин с этим с ловкостью тот который обычно на кого используют вам бы конечно рода не получал а тогда у париков и у этих скинов на которые этот надевать руки ребята вот такая высота это критично можете развиться будьте аккуратны а тем временем это 80 сухомятка для дыха все с кайфом не вернулся пятый игрок у five elements но верится с трудом что здесь быть камбэку ну кажется что на ввг уже точно нет вот на второй карте посмотрим нового грешка действительно не таила в себе никаких интриг никакой уверенности в продолжение этого файта есть немного ощущения что и в принципе команда five elements сыграла эту карту немного спустя рукава понимая что с ними происходит понимает что у них нет сейчас полноценно пятого игрока и что бороться здесь они скорее всего не смогут а потеряют на этом только свои силы а впереди еще карта и впереди еще матч на сегодняшний вечер так что может быть берегли энергию но посмотрим заиграют ли новыми красками с прибытием кову откидывается хаешка на мост и здесь пока что без каких-либо контактов абсолютно для команды five elements вижу он вроде как был к этому готов но бездар чё-то подошел посмотрел такой да 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 ага я тебя видел но мне не очень интересно вот это вот файтится с тобой к вижу он продолжает контроль моста тем временем его тиммейты терпят крах на позициях беты фита вместе с мутантом выходят на локации бомб сайда мутант уже покушал двумя киллами в этом раунде витька добивает евгена и остается один кижин который открывается через винты видит на пятерке соперников но их там слишком много пытается попасть окей первый есть второго туда же бездар надеялся на нож сыграть еще два соперника на карте работа по пятерку фаз зумы не помогают фита уходит сейчас на бетон на яму будет ставить бомбу кижин понимает то что у него не так много вариантов и скорее всего соперник представить собственно что и произошло ну и кижин возвращается обратно под винты и ждет открытия соперника команда dark horse потеряв своих двоих игроков понимая что сейчас может произойти что-то непоправимое уходит в более такой глубокий пассивный деф установленные бомбы кижин под смоками попытался ворваться на пятерку но витька его перестрелял так что это девятый раунд для команды dark horse и карта взрыв в городе у них в кармане супер сухомятка надо чем-то запивать у нас по моему к 100 второй матч еще там просили ребята задержку но тут как получится здесь тоже в этом в этом матче не быстро начали так но я не там только черк собирается начать окей пока ждем ну вот песчанка в бароне будут играть 5 е это хорошо для них потому что до располагающей стороны и смогут себя пытаться забрать пятерку а то и больше так флотка булочка пишала это решала и такие повороты бывают но ничего ты с этим не поделаешь как бы и надо было предостеречь тиммейта от неосторожного мува с переустановкой винды перед важными матчами я еще раз делаю ремарку я крайне одобряю то что он сделал с него с одиннадцатую поставил десятку но не вовремя он это сделал надо так грешно тут уже обучает по по пользованию рулетки в чате если вы не пользовались то ребята можете взять только да тут одно лишь только правило там 30 секунд перезарядка это чтобы не спамили а то иногда бывает раз задаривают это рулетка людей вот и они же рамкают по кд что в целом не проблема но опять же вот 30 секунд я думаю нормально весь чатик в этот во внутренностях выпущенных наружу так скажем револьвером бездарским поезд забирает кемпера соперника ай все этим это смоки кидает ну заход на второй этаж бездарь вроде бы задел типа него даже текстурка по моему ну точнее моделька подвигалась но имела ввиду походу она с эти уроны ну и кей смотрим дальше кринж ситуация него плоха один в пять он играет смог одного забрать и пойдет сейчас под по инфа по ним и есть что он на втором этаже не открывать с этажей значит пойдет на площадь сейчас наверно ведь к будет это чуть-чуть и когда и про пропустил поворот для себя кринж и ударился в стенку что реальный криш так было задумано не его понимают бывает пока что здесь начало следующей карты тоже ничего хорошего не сулит но вот закидывают каешки на выход верхней тумбы о верхней тумбы господи вверх кафе и пока что здесь команда five elements уверенно держит свои оборонительные редукты но здесь надо сказать вижу ну спасибо вижу он сделал просто красоту для команды в этом раунде забожил на трипл кило этого не ожидали дарки но и кажется что сейчас при заходе на верхнюю тумбу они да что ж такое-то наверх кафе они будут вести себя немного поскромнее что у меня с тумбой поставьте ради меня тумбу туда чтобы это не было ошибкой прям по центру мостика да нормально пойдет ну и небольшую лесенку знаешь чтобы этот для малых же ставят такие чтобы они могли подыматься две ступенечки чисто снизу да и через не перепрыгивать ну не на мост ну вот куда-нибудь на вход так уже вижу вопрос в чате который надолго максимку озадачит так скажем но это одна смене будет надо так сатору минус по ванну уже проще прочел потому что было интересно интрига победила тебя я тебя забайти управляю человеком до злой это прием да за принимать на ланге соперников выходящих вместе с тиммейтами есть еще два это витька и фито фито витька звучит как будто даже вместе неплохо на боковую от витьки залетает выходит на железо и там соперника забирает к вижу пас и не забирает он на витьку и остался последний фито который может типа в закрытую поставить но чё-то как-то не особо хочется и квишин задумался о том что это может быть перемещение через лонг но нет его соперник так и играл бы сейчас пойдет половь поставит кижин пойдет выбивать на его беду хотя ладно что беду то не знаю но на rb окей на тычку просто был бы это какой-то пиндал было бы располагающий но и так тоже неплохо скипой все равно так тоже неплохо да но команда five elements определенно сейчас на второй карте это чувствует себя поувереннее только вот ребятки ситуация такая что первую печально далее а здесь ну вот надо запотеть на все 200 процентов чтобы отобрать эту карту соперника пока что идет все таки режим качелей откидываются гранаты на площадь но опять же центральную часть карты five elements не особо готовы были бороться заходят уже потихоньку на кафе игроки команды dark horse кову на гранате подрывает ведь к разменивается мутант и будет заход сейчас на позиции меда судя по всему но оттуда five elements моментально уходит и оттягиваются обратно в сторону альфы там же будет перекрестный огонь их ждать вот интересно позиции кову проверят или нет но это уже не столь важно поскольку к вижу он от кишки отрабатывая закрывает сатору на миду и там спину заходит в она но его позиция была рассекречена и фита спокойно его ликвидировал теперь за b плент стоит переживать теперь в позициях обороны а плента у команды five elements есть некоторая брешь и эту брешь надо каким-то образом перекрывать если сейчас будет сплит через условную кишку плюс мид то здесь у 5 не такие высокие шансы на победу но пока что дарки идут больше под бету но на самом деле здесь тоже вопрос а хуже ли это выбор я бы сказал нет у них нет здесь худшего выбора так скажем позиционка кову и кринжа сейчас не дает какого-то фул контроля выхода а плента да они перекрестным держат мид но если у них будет заход с кишки то здесь возникнут некоторые проблемы вдвоем надавить на снайпера такое ощущение что благое дело но тем не менее на к вижу не тот снайпер на которого можно так просто надавить он успевает найти для себя минус кринж попытался стянуться к тиммейту но по итогу поплатился головой да и мутант попутно добрался до кого остается к вижу на один против двоих и пока тиммейт лишь усложнили ему жизнь бомба была установлена к вижу он стягивается через железо его здесь сто процентов слышали бездарь знает где он находится но бездарь берет на себя удар первым попытка на фазуме зайти под плент но мутант открывается в поддержку тиммейта и к вижу он погибает так что еще один раунд для команды dark horse ну хочется сказать что песчанка идет уже лучше что будет как бы очевидно сказать потому что на предыдущей карте вообще неравно не взяли вот на здесь песчанкой 22 вот уже некоторые минимумы для себя дыха взяли а там глядишь и еще будет раунд а то и больше может быть ну посмотрим опять же про них сейчас во-первых это сказано с добавлением вот этого смысла предыдущей карты что они там 90 взяли это сила это перспектива ее нельзя отрицать поэтому видится вот такой исход что будут что-то еще набирать или в счет чауи мутант врывается забирает жизнь ванок ринжан тоже лупит сюда газирку кинул и пошел называется бы он пришел может здесь он евгения забрать получится да получится минус 3 от мутанта за квадро он может пойти там тазу 1320 для него на пропрыге играет на наши вы опасность давать сбоку убивают и это как раз таки вот третий раунд уже есть но это еще более печальное известием для команды five elements будет перемещение опять же на площадь за центральную часть и вновь не побороться здесь 5 я не слишком поздно подходят на эту локацию что странно откидываются гранаты под смог открытие от ведь к он успевает найти минус на тазуну евгений вместе с движимом размениваются моментально правда сатуру свечком стороне не стояли там еще и каким-то образом отпустили квижина он без фуги просто успел только ноги удрать в позиции а плента но теперь сатуру один против двоих и они оба рядовые подожди кого кого не слышал кого не слышал сатуру только мне кажется или слышал или слышал или что-то знает что-то знает или слышал но теперь уже это не важно поскольку соперник ушел в а плент полноценно и для сатуру задача здесь немного но осложнилась откроется под мид но скорее всего сразу же наткнется на снайперский прицел или не пойдет нет не пошел пошел через дл пошел под б-плент понимает что происходит понимает что сделал его соперник но и бета будет для него на самом деле подарком здесь можно будет попробовать поставить бомбу и спокойно попробовать поиграть на таймер проверил еще на всякий случай некоторые локации и берет бомбу для установки информации по сопернику пока нет но это лишь до поры до времени к вижу он вроде как начал сомневаться но было уже поздно потору поставил бомбом открывается этот аквижин видел нет но по крайней мере в первый раз не видел во второй уже информация появилась атору раз 2 хорош 4 2 двойное преимущество сюда говорят даркхорсы смотрим как дальше будет да со всех позиций просто бегут разве что только прям супер открыто не выходит в сторону площади игроки даркхорс но вот через лонг активное действие мутант уже начал раскрутку як джаггернаут квижен нашел себе фраг куда дальше но инфа есть по лангу у обороны поэтому они сюда да свой вектор стараются направить бездар даже подпрыгнул но он он же не залез да она на эту бочку он по-моему просто прыжки попал да тут вот к сожалению да есть свои моменты в плане игры с ким пой попробую рассказать если будет время потому что есть некоторые наблюдения через мостик открытия точнее под мостом был евгений его за еле до смерти и дазл скринджом какие-то размины конечно давали но вот все сейчас она уже ближе к он не то чтобы очевидному но знаете больше рассказывает о катке которая именно осталась здесь у ребят а именно что даркхорса таки будут дожимать и по ходу это половина и уже и 62 будет а следующую даже муда девятки недалеко 62 ты еще подожди здесь вроде таких серьезных предпосылов не было для 6253 еще могут спасти для себя положение five elements но в то же время знаешь спасти положение а спасти ли то есть ну да лучше чем 62 конечно проиграть половину но в то же время за атаку вчера мы помним у них не лучшим образом пошли дела бездаре мутант находят для себя минус аквижон разменивается к вижу на хелиться живет на кафе и туда же приходит кого на поддержку но в спину открывается и так вижу погибает кого разменивается здесь же кринш отрабатывает витька остается соло но и его евгений закрывает так что раунд номер три отправляется в копилку команда five elements и 5 3 первая половина окончена вот если бы поменялись сторонами я бы сказал что достаточно дефолтный счетик с которым можно работать ну а так в целом доминация для команды даркхорс и пока просвета для 5e нет постараюсь быстро ответить на вопрос в чатике от разобью сердце макс чем 11 не нравится слушай на самом деле когда я себе только приобрел компьютер мне умные вот там вот дядечки поставили одиннадцатую винду лицензионная все дела прогнали ее на краш тестах стресс тестах всех вот этих вот штуках которые нужны и прислали мне и полностью настроены я такой окей не успел ответить подожди еще чуть-чуть я расскажу в чем у меня с ней конфликт но а тем временем евгений находит entry закрывая витька попытались здесь дарки выйти на площадь но немного не вышло в она разменивается разменивается добивает еще одного соперника вот мутант уже разменивается правда евгений кринж продолжает душить своих оппонентов оставляя бездаря 1 против 4 бета то уже открыта и бомба будет установлена так что бездарь здесь ничего не сможет придумать но может быть там несколько киллов каких-то залетит залетит вот например вот таких ага кринжа он прочитал но если откровенно фидонить не будут сейчас five элемент то собственно я полагаю у них не должно возникнуть проблем с удержанием бомбы дам дазл закрывает своего соперника под песками и собственно нам берет на раунд для своего коллектива 5 4 м да так парам евгений минус победу евгений нашел минус по евгению секста вот так вот можешь тоже сказать ну тут витька просто витька вот так вот давайте скажем дал красоту сказал друзьям повторяйте там видно смотри дазл последний из живых он пробрался в альфу но это здесь особо ничего не дает потому что 14 нужно точно находить фраги если поставить то его здесь при говорят моментально грешно перехватывает соперника в спину но лишь только 1 далее сам погибает так что дарки в ответ на потерянный раунд забирают раунд у соперника чувство изыграется у них на счетчике и 64 суммарный счет раскидываются гранаты бездаря опять же центре начинает этот раунд погибает хринж теперь другой вопрос будут ли дальше на встречных курсах играть дарки этот раунд ну то есть пытаться вытеснять своего соперника с площади мешать ему жить там сэшки или им это теперь просто даром не надо посмотрим что сами сделают придут так придут мы с ними разберемся пока что есть контроль выхода на низ кафе по ванно не было информации или было но фито решил его на хаешку подловить но по итогу не получилось но как минимум это 3 в 2 конечно ванно как боевая единица сейчас уже практически мертв у него 9 процентов здоровье было и витька его слопал далее витька дропается сверх кафе и добивает еще одного своего соперника вниз кафе это был кижин и того седьмой раунд для команды дарккорс пресса в чате пишут элементы вперед до поддержка конечно нужно сейчас катку нет невероятно тяжелая и что попадает по евгению который бездарь мутант разменивается одну тут до витька у него очень удобная ситуация когда он увидел одного боком там 6 2 до ел и сейчас против кижина который успел встал слапнуть на дуал и это ему помогает потому что он покупал постановка прицела у меня вообще чуть на повторе непонятно было но нормально убил пойдет 57 по или дальше хватка ботика пишет у меня 11 про и все хорошо ну а сейчас мы поговорим дойдем дальше я расскажу в чем проблема конкретно вот для меня с 11 виндой я не супер хейтер этой винды я просто считаю что ей еще нужно время чтобы она стала легендой как десятка потому что она во многих аспектах ней проигрывает стабильность все об этом на перерыве а тем временем идет перемещение на площадь где команда даркор спокойно расправляется с оставшимися все правильно сказал игроками команды five elements и по итогу этот раунд забирают дарки также к себе в копилку восьмерка у них уже на табло но и до девятки буквально осталось рукой нападать здесь есть контакт вижу он закрывает фит разменивается витька продолжается прессинг для книжа погибает ведь как ринж на этом не остановился закрывает мутанта пытаюсь пройти через дл под в плентом проблему у сатору но если сейчас ультимативную прожмет то возникнут некоторые проблемы для команды five elements но там воно уже находится на железе и бездарю было бы неплохо побыстрее стянуться к своему тиммейту сатору продолжает файт но проигрывает его ну и теперь бездаря 14 окей первого сфоткал надо еще фоткать а там попытка поставить бомбу но бомба ставится по итогу закрытую так что для снайпера его не достать никаким образом и бездарь проверяет здесь каждую локацию начинает выход на ритейк открывается под песок там же на ланге его ждет к вижу уже под пикселем отлично сыграном так что раунд для 5 есть вот получается дать этот зацепиться за раунды давать фраги 5 и понимают то есть минус тут как можно под подступиться ну и да пытается конечно же повторить из очевидного под лунг там на б один из игроков обороны лишь только интересно вот на перемещение пошел мутант потому что дают еще одного закинуть вот и мутант как раз таки пришел на поддержку типа закрытая ну так знаете не пикают супер открыт чтобы не давать шансы но рядышком находится чтобы в любом момент открыться и вот что-то типа такого смотрим мутант все наигрался пытался он забрать в спину как-то в бокс своих соперников но не выходит бездарь на перемещение один сейчас выходит на боковую там из песков он спит еще постреляться по голове попадает кринж отъехал отъезжает еще и дазл бездарь пытается продолжить него тиммейт уже все прям с ним рядышком стоит мне 5 и поставили бомбу бомба в закрытую же да и с и контакт вижу против бездаря против упор с пистолета пошли по упал пал делают по голове а залетела ну и был убит витька а здесь вот интересно ну что ребята где там мои старая вторая пара тапок поход пара обуваться пара пара илюш пара а то как-то слишком быстро ты на решил что команда 5 элемент закончить свое упражнение но опять же может быть и мне придется сейчас переобуться поскольку неизвестно как поведут дарки себя в этом раунде ведь к ждет соперника под а плентом вместе с бездарем их тиммейты закрылись под б-плентом ну и теперь все зависит сугубо от их исполнения стратежка понятно прекрасно и она более чем надежно но если сейчас стрелять не будут то будут проблемы для них я полагаю что команда 5 элемент куда ты мутант пошел чекнуть краем глаза лонг но собственно там же его и похоронили конечно плюс-минус информация теперь появилась для дарков но все равно у сатору здесь будут огромные проблемы закидывают его гранатами хилится живет еще в пленту соперник слишком близок фита подсейвил тиммейта прекрасно но надо делать еще минуса сатору ждет соперника в упоре отличный хэдшот еще хаешка на мейн витка подрывает евгения есть информация по люльке сатору хороший хэдшот еще раз и остается квижон один против троих есть информация конечно по сопернику но теперь надо придумать как заставить их подставиться под этот снайперский прицел вижу он с кемпу и крайне опасный молодой человек но и соперник не промах так что здесь надо почувствовать вот эту вот нотку волнения оппонента понять на чем заставить его ошибаться и заставить его ошибиться но квижон заходит сейчас на песок здесь уже поднатопал я полагаю фита должен его слышать но сатору открывается с плента накидывает пару хитов оставляет 32 процента здоровья теперь открытие в спину ответь как вижу он пытается понять да откуда принимать то в конечном итоге и в спине есть и из бы плента есть и куда идти непонятно но попытался конечно проверить здесь по углам но витька заметил его первым так что это победный раунд для команды darkhorns на волоске конечно от выхода в овертаймы но тем не менее победа для них 20 по картам и вот здесь вот знаешь есть небольшой осадочек от этого матча особенно когда карта заканчивается именно так вот буквально в шаге там от допов да и полноценного камбэка команды five elements ты сидишь такой а вот если бы они с первой карты играли в пятером но какой бы матч мог получиться но к сожалению увы и ах этого не было у команды five elements были проблемы технического характера на первой карте ну и собственно говоря уверенно но не до конца сыграли на 2 отвечу на вопрос про 11 винду наконец-таки так вот я не отрицаю что возможно в течение уже вот этого времени сколько я не пользуюсь 11 виндой в нее внесли уже много обновлений которые возможно стали фиксом там к тем или иным программам вообще играм там и так далее и тому подобное но когда я вот прикупил себе компьютер я получил полностью настроенную винду проверенную спецами во всех там краш-тестах стресс-тестах и так далее и тому подобное игра была о игра компьютер был готов полностью к нагрузкам высоким нагрузкам игры так далее программ я специально брал чтобы на нем можно было запускать не только игрушки но вдруг мне что-нибудь в голову взбредет там и с озвучкой поработать и файлы пообрабатывать может быть вот мы монтируем с ильей может где-то илюшке помогать там в монтаже и прочее но суть в том что спустя какое-то время моего хайпа над 11 виндой она начала подводить меня в самых неприятных аспектах жизни я был безумно ей рад потому что в нее вшили достаточно базовые штуки которых не было в 10 винде который приходилось дополнять сторонними программами то есть все мы с вами знаем что на 10 винде да вообще на любой винде нажми ты кнопку print screen у тебя просто сфоткается экран и потом ты можешь там самостоятельно что-то в редакторе вырезать надписи какие-то делать и так далее но здесь это сделали полноценным скриншотером типа захотел выделил написал все что тебе нужно покрутил картинку как надо прямо не отходя от кассы не открывая никаких других сторонних приложений отправил то же самое с видео с звуками и так далее и тому подобное но потом у нее начались серьезные проблемы во времена допустим нагрузки на тяжелые игрушки по типу игры которая содержит три буквы и пятерочку в конце на ультрах в нее на 11 винде мне поиграть не удавалось у меня постоянно вылетал синий экран смерти чтобы я не делал какие бы я не пытался конфигурации использовать я люблю заменять графику в этой игре на более реалистичную мне так более кайфово играть и кататься она выбивает на синий экран у меня с ней стал лагать дискорд безумным образом так что я сижу общаюсь а дискорд закрывается сам по себе без какой-либо ошибки без какого-либо оповещения вообще ничего просто ты сидишь он сам по себе закрылся и ты начинаешь думать что все молчат а потом такой сворачиваешься у тебя нет дискорда и ты не знаешь уже сколько его у тебя нет минут 10 15 20 может всех остальных также покрашила вот плюс начались проблемы с некоторыми программами я не мог установить программы редакторы для записи войса когда проходил еще в свое время обучение с дикторской частью нам там преподаватель давал специальные проги и к этим прогам дополнительные плагины чтобы ты мог достаточно качественно записывать свой голос и прога его автоматом бы обрабатывала у меня с этими программами и плагинами начались проблемы они начали лагать они начали вылетать они либо не устанавливались вообще и это вызывало у меня негатив в конечном итоге я просто принял решение что совокупность факторов винды да она неплоха но в ней много недоработок и на ней много что еще не работает так как мне нужно соответственно я ее снес поставил десятую винду и все идет идеально перестал крашиться дискорд перестала вылетать вот эта вот игрушечка на ультрах перестали появляться проблемы с плагинами и другими программами для записи и прочее 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 поэтому я здесь не хочу одиннадцатую винду но считаю что ей нужно время для того чтобы она стала полноценной и юзабельной потому что ошибок с ней вылетает гораздо больше чем с десятой виндой и кто-то скажет да так залезь в интернет посмотри там спецы уже много чего нашли безусловно это так можно пошариться и чуваки которые понимают в программировании и прочим они вам скажут как обойти эти косяки винды но в то же время зачем постоянно шариться и искать чтобы что-то обойти если можно поставить старую добрую десяточку и посидеть на десяточке дождаться пока одиннадцатая станет полноценный вот так что ну не знаю вроде как развернутый ответ дал у меня наболевшая тема я очень расстроился то что я потерял тогда одиннадцатую винду поначалу она мне нравилась но совокупность проблем заставила меня откатиться и пока вот не знаю годик я еще наверное и трогать точно не буду а там видно будет так ну чё ребятки давайте мы отправимся на музыкальную паузу второй матч команда а3 против команда fly to moon как мы ранее вам сообщали парни попросили там задержку 10 минут то есть буквально через 15 мы готовы будем начинать этот матч но и собственно скоро к вам вернемся по м и а и Продолжение следует...